Все, поехали. Значит, всем привет. Мне написали, что я в эфире. У нас сегодня предпоследний, видимо, разговор про разработку программного обеспечения под Linux. Предпоследний, потому что как-то так я сумел сэкономить лекции, что у нас еще одна лекция точно осталась. Значит, сегодня будет разговор в основном такой бла-бла, в том смысле, что руками я буду делать довольно мало, если успею, но я постараюсь в нужных случаях хотя бы запускать какие-то утилиты, которые будут демонстрировать то, о чем я рассказываю. Вот. Значит, о чем речь? Речь идет о том, что мы вот с вами собирали-собирали-собирали всевозможные программные продукты, и, значит, с библиотеками, и с какими-то переводами, и со всеми различными пирожками, вот. А теперь пришла пора как-то их распространять, вот, то есть устанавливать в операционную систему для того, чтобы потом ими, значит, могли люди пользоваться. Вот. И тут есть, встает один важный вопрос, который забавным образом в мире как раз свободного софта, ну и в частности, линукса, решался, десятилетиями решался не так, как он решается для софта-проприетарного, а именно очень долгое время, там, ну, буквально это все 80-е, все 90-е, а часть нулевых, считалось, что вполне нормально, если пользователь компьютера сам себе собирает программные продукты, потом сам им пользуется. Вот. И большая часть инструментов сборки рассчитана на то, что вы, значит, точнее, не большая часть, но изрядная часть, рассчитана на то, что вы вот программу какую-то или какой-то там пакет, или не знаю, что, пакет не надо говорить, программный продукт соберете, и тут же его сами и установите. Вот. Так называемый крибли-корабли-бумс, оно же конфигурия make, make, install. В действительности эта идея почти никогда не нужна. То есть, вот конкретно механизм собрал, ну, конфигурия make, make, install, в практической деятельности, скажем так, разработчиков как таковых не встречается. За одним исключением, про которое мы еще поговорим. Да? Почему? Потому что в действительности диплоймент, то бишь установка вашего программного продукта куда-то в операционную систему, и эта штука нужна для того, чтобы, ну, она должна происходить отдельно от сборки вообще. То есть, вот ситуация, когда вы собрали программный продукт и тут же его установили, это, в общем, редкость, которая встречается только в деятельности, скажем так, повседневной разработки, и то не всегда. Да? В действительности программный продукт должен оформляться как какой-то дистрибутив, и из него устанавливаться. Вопрос о том, куда устанавливаться и как. Да? Вот про этот вопрос мы сегодня поговорим. Для начала надо сказать, что есть такая штука, которая называется File System Hierarchy Standard. Вот. Только почему-то не туда ткнул. А где тут disambiguation? Вот оно. Все. Неправильную ссылку сгенерил. Давайте поправим ее. Так вот, значит, есть такая штука, как File System Hierarchy Standard, в котором в действительности определено, в каком месте в вашей операционной системе, в первую очередь в Linux, но не только, в каком месте, какие файлы каких типов, для какой цели расположены. Вот. И это довольно давний проект. Примерно когда появился первый Linux Distributive, такой серьезный, появился этот проект. Вот. Удивительным образом на 14 февраля. Последняя его редакция была, ну, сравнительно не слишком давно, в 2015 году. И он толкует именно о том, где у нас лежат, в каком каталоге, дерево каталогов Linux, лежат файлы для каких целей. Вот. Мы с вами частично про эти, значит, цели разговаривали. Вот. Надо только понимать, что они исторически сложившиеся. Эта вещь описывает некоторую исторически сложившуюся иерархию каталогов в файловой системе. Но при этом, в общем-то, общепризнанность, мы сейчас увидим, там есть некоторые странности, явно люди, которые этот стандарт писали, были себе на уме и чем-то озабочены. Вот. Тем не менее, мы знаем, что у нас в любых Unix-подобных системах нету каких-то дисков CD и так далее, а есть общий корень, в который смонтированы все каталоги. Мы знаем, что в каталогах BIN, USR BIN, USR BIN, а также в каталогах еще SBIN, где они тут, его что нету, должен быть, SBIN и USRS BIN. Вот в четырех каталогах лежат исполняемые файлы. Вот. Бинарники, там, скрипты на любых скриптовых языках программирования, ну и так далее. Поэтому в переменный PASS достаточно, чтобы стоял этот самый BIN и SBIN, чтобы запускать все системные программы оттуда. Вот. Есть отдельный каталог либо EXEC, в котором лежат исполняемые файлы, которым вообще никогда никому не нужно запускать напрямую, а которые запускаются только там какими-нибудь службами, или они являются какими-то исполняемыми дополнениями к уже имеющимся интеллигам и так далее. Вот. Это совершенно неважно. В каталоге LIB, а в современных актертурах еще в каталоге LIB64, например, и в первую очередь там лежат библиотеки, в первую очередь разделяемые библиотеки, которые нужны для динамической компоновки. Что еще из такого, что мы знаем? Ну, понятно, что в каталоге ETC лежат в основном конфигурационные файлы. Вот. Хотя раньше это была такая свалка всего, что нельзя было как-то квалифицировать. Вот. Что там, где еще? В каталоге HOME лежат, в подкаталогах каталога HOME лежат домашние каталоги пользователей. Вот. За исключением пользователя root, у которого каталог традиционно лежит slash root. Вот. Есть еще всякие маунт-поинты для виртуальных файлов систем, типа DEV или там SIS. Вот. Userlib, userlib64 я говорил. Вот. Ну, в общем, примерно такое дело. Мы не будем сейчас весь VHS смотреть. Вот. Там есть какие-то странные... А, тут нету. В Википедии нету. А в последней редакции... В последней редакции VHS были еще какие-то странные места для хранения отдельной XML, или непонятно зачем, которые никто не соблюдает. Ну, как обычно, стандарт — это такая штука, которая, в общем, могут и нарушать люди. Вот. Как это наличие достаточно исторически сравнимого вообще с временем жизни Linux как дистрибутива, как эта штука помогает нам рассуждать относительно установки? Дело в том, что выясняется, что все компоненты нашего программного продукта вообще, говоря, известно, куда расставлять в системе. Бинарники в USR BIM, библиотеки в USR Lib64, документацию USR Shari MAN, в смысле MANPage, какую-то другую документацию USR Shari DOC slash имя пакета, например. Ну, как-то так, да? То есть, фактически, установка программного обеспечения, даже состоящего из большого количества файлов разного назначения, это всего лишь подкладывание соответствующих файлов в соответствующие каталоги. И эти каталоги заранее заданы. Вот. Если понадобится какое-то специфическое место для хранения каких-то непонятных данных, к которым будет ходить наш программный продукт, нами разработанный, то для этого существует тоже специальный каталог, он называется USR Shari, точнее, USR Shari и дальше. Ну, например, в USR Shari Icons лежат такие иконки в разных вариантах, да? Вот. А вот или там USR Shari DOC лежит документация, причем, вот видите, в случае alt-linux-team дистрибутивов на базе CZIF и вообще продукт этих самых, того, что делает наш team, это и имя пакета, и еще версия там же, чтобы можно было, например, держать два пакета, один пакет двух разных версий. Вот. Ну, или там вот про MAN я уже говорил. Да, вот он, MAN, MAN1, MAN. Вот. Там лежит документация по MAN. Вот. А также, может быть, если вдруг вам понадобится какое-то место, куда ваша софтина раскладывает какие-то нужные ей файлы, вот USR Shari, дальше имя вашей софтины, а дальше содержимое, и там что-то лежит. Ну, вот, в частности, IPXE — это такой программный продукт, который позволяет организовать сетевую загрузку. У этого IPXE есть скомпилированные прошивки для таких классических сетевых карт, чтобы можно были эти прошивки загрузить на сетевую карту, а тогда она бы уже начинала обладать свойством сетевой загрузки. Вот эти прошивки сложены в USR Shari IPXE, потому что куда их еще складывать? Это платформы независимые, какие-то, значит, бинари, которые надо загружать в мозг карточки. Ну и так дальше. То есть тут много разных мест, где что-то лежит. Вот, не знаю, в USR Shari X11, а там только локаль. Вот. В USR Shari CMake, например, лежат всевозможные компоненты CMake, которые не являются неисполняемыми ни библиотеками, а какими-то текстными файлами или, допустим, какие-то лицензии. Ну, короче, вот. Но об этом мы с вами будем говорить позже. Просто надо иметь в виду, что на самом деле установка это не только раскладывание файлов по каталогу. Например, может понадобиться обращение непосредственно к операционной системе по факту того, что вы какой-то файл поставили. Но если вы подложили библиотеку, было бы неплохо перегенерировать LDSO кэш в АЦ, иначе она не найдется. Если вы подложили, допустим, ту же иконку, было бы неплохо перегенерировать кэш-иконок, которые создают всякие графические движки типа GTK. У них есть свой собственный кэш-иконок. Его тоже неплохо перегенерировать. Если подкладываете MAN файл, его нужно зарегистрировать вот здесь. Сейчас. А где это? Не здесь. Где-то этот индекс. Сейчас. Дайте посмотрим. Что-то я его не вижу. Ls, usr, shai, man, man1. Где же он хранится-то? А, этот индекс, этот генератор, он хранится где-нибудь. Сейчас. Он хранится в WarCash, разумеется. Вот. Так вот этот самый кэш и нужно обновить, если вы подложили MAN страницу, иначе он, может, и не найдет ничего. Вот. FHS compliant. Видите, люди позаботились о том, чтобы кэш лежал в WarCash, а не где-нибудь в каком-то левом месте. А я искал вот здесь. Ха-ха-ха. Ну вот. Значит, более того, вообще говоря, сравнительно сложные, особенно серверные программные продукты, хотят еще действий, ну, специфических для себя при установке. Например, вы там ставите систему управления базой данных, а система управления базой данных вообще-то хочет завести на вашей машине маленькую такую табличку со своими внутренними, вернее, маленькую БДшечку с единственной табличкой со своими внутренними параметрами, которые, значит, она там заводит. Или вы ставите какой-нибудь сетевой софт, а он требует, или там какой-то сервисный софт, а он требует создания спецпользователя, с правами которого будет запускаться этот самый софт. Это, понятное дело, невозможно универсализировать такие действия, но без этого там ваш веб-сервер не заработает. Не из-под рутажа его запускать. Вот это вредно для здоровья. Ну вот. Так что установка, и мы про это будем дальше говорить, просто я хочу сделать паузу и поговорить немножко про ближе к теме нашей. Установка — это не только подкладывание каталогов, но еще и выполнение каких-то действий. Вот. И вот эти самые действия — это такая штука несколько расплывчатая, поддержка которых действий в системах сборки обычно не бывает. теперь давайте вернемся к разговору о том, какие бывают варианты установки. Значит, есть вариант номер ноль — это устанавливать непосредственно систему, непосредственно по этим путям, которые мы только что прошли, прочли в VHS. Прямо в USR BIN, библиотеке USR-LiP64. Более того, операционная система в своем традиционном виде, там тот же Linux, именно так и устроен. Вообще-то в каталоге USR-LiP64 1336 точка софайлов каких-то. То есть, ну, очевидно, что программные продукты, из которых состоит дистрибутив, установленный в эту виртуалочку, дистрибутив Linux, он как раз именно туда и подкладывает свои файлы. Собственно, чаще всего именно когда вы делаете продукт в составе большого дистрибутива, в смысле комплекта программных продуктов, образующих операционную систему, как раз установка непосредственно в систему — это и есть тот способ, которым вы все делаете. Ваш программный продукт должен предусматривать вариант, при котором вы ставите все в операционную систему, и он оттуда работает. Понятное дело, что в этом случае у вас никакого... Ну, у вас все начинает работать из коробки. У вас бинарник, положенный в usrbin, немедленно запускается из этого usrbin и по имени, потому что usrbin у вас входит в паз системный. Библиотека, запущенная в... положенный в usrlib, немедленно находится при компоновке, потому что она входит в LDLibrary, то есть в процедуру поиска по умолчанию. И так далее. С другой стороны, если вы пытаетесь что-то ставить в корень, то это надо делать с правами рута. Как минимум, повседневной частью процесса разработки, установка чего-то, возможно, не работающего, с правами рута прямо в операционную систему, это очень плохая идея. готовый пакет как раз так и будет ставиться, а вот промежуточный продукт при вашей разработке не должен. Следующая проблема состоит в том, что вообще-то в этом самом usrbin и usrlib уже что-то лежит. Вот. Ну, лежит. И, дай бог, вы назвали свою программу тоже инфо. Вы взяли при установке usrbin, затерли какую-то другую программу инфо, а это так на секундочку инструмент просмотра документации в формате техинфо. Мы об этом с вами говорим. То есть, если вы не синхронизируете пространство имен, в данном случае название библиотек и бинарников с уже имеющим содержимым, вы можете нарваться на конфликт, причем не зная этого и не желая этого. Бывают конфликты, которые специально делаются, но это не про них. Соответственно, как следствие, все-таки этот инструмент используется в основном при пакетировании. То есть, когда вы делаете программный продукт, целиком и полностью рассчитанный на то, что его будут ставить на другом компьютере из специального архива под названием пакет в составе дистрибутива. Следующий способ установки это установка похожая на предыдущую. Это установка в выделенной каталоге. Не в USR BIN, а в USR Local BIN. Не в USR LIP64 и в USR Local LIP54. Он ничуть не хуже предыдущего в том смысле, что, как вы могли уже видеть, например, пас, в ней присутствует USR Local BIN. Ватс. USR Local LIP54, наверное, тоже. Я не знаю. У меня один продукт так не оформлен, поэтому проверить. Я не помню, как проверить. не помню. Что-то там прибито по гвоздями, видимо. важное другое. Важно то, что, скорее всего, программа, установленная в USR Local BIN, а библиотеке установлена в USR Local LIP54, или USR Local LIP, и так далее. ман, установленный USR Local шаре ман, будет работать. То есть, вам все еще требуется право root, чтобы туда писать. Это вполне себе общий системный каталог. Вот. У вас возникнут те же самые проблемы. Если вы пользуетесь или не вы один более чем одним сторонним приложением, то есть вы собираете и устанавливаете на текущей машине прямо туда, вот, но у вас не будет конфликтов с основным дистрибутивом операционной системы, потому что он ставится не туда. Вот. Вероятность того, что будут конфликты по именам, она, конечно, низкая, потому что, ну, сколько вы стороннего софта ставите? У меня вот, как кажется, в USR Local bin вообще ничего не лежит. Боже мой, а что это? Естественно, он не поставлен никаким пакетным менеджером, потому что он лежит в USR Local и туда не ставит пакетный менеджер, но что это? Я себе представить даже не могу. Это мной написанный какой-то скрипт в незапамятные времена, непонятно для каких целей. Мне он не нравится. Я бы так не стал писать. Ну, ладно. Ну, правда, зачем ехать в доллар-экс, если здесь уже написано? Слушайте, это вообще какая-то чушь. Что это за скрипт такой? Тут неправильно написано. Что такое? А, ну тут true или false? True или false? Какая-то хрень. Я не знаю, что это такое, это писал не я. Я не знаю, как оно взялось. А, я знаю, откуда оно взялось. Это какой-то страшный инсталлятор, какой-то редкостной ерунды, его туда положил, а потом забыл удалить. Вот это точно может быть. Люди пишут такое неправильное все. Ну вот. Значит, вообще говоря, он не соответствует FHS, потому что, если посмотреть в FHS, посмотреть там user local, local data specific to this host. Имеется в виду, что если вы что-то ставите на одну, ровно одну машину и больше никуда ставить не собираемся, то лучше всего ставить в user local, потому что там, по крайней мере, вы будете искать, когда вам придет в голову встереть все с этой машины и посмотреть, нет ли там чего-то специфического, какого-то софта, которого больше нигде нету, потому что вы ставили только туда. В этом смысле ставить в user local хорошая идея. И в этом как раз смысле ну как бы собрал, поставил user local, попользовался, удалил. Это как раз один из возможных вариантов использования. Во всех остальных случаях он, как правило, не используется, но есть исключения. В Unixlight-системах, скажем, гнезда BSD, типа FreeBSD, базовый дистрибутив, а это довольно большой комплект программного обеспечения, это вся операционная система со всеми утилитами, со всеми службами, базами и так далее, собирается монолитно из единого дерева исходников. И только то, что собирается из этого дерева исходников, устанавливается в USR, а все пакеты, вот в том виде, в котором мы привыкли относиться к пакетам в Linux, ставятся как раз в USR local. Чтобы, значит, одно другому не мешало. То есть, условно говоря, у нас есть один большой пакет, называется операционная система, большой, и он ставится в USR. А все пакеты мелкие ставятся в USR local. Вот так это устроено. Следующий вариант установки, такой наиболее современный, это воспользоваться тем, что у пользователя на самом деле есть специальный подкаталог .local, а в нем есть bin, и этот bin тоже есть в пути. И то же самое с либом. Тут, правда, нету. В общем, можно попробовать подложить, при установке подложить соответствующий бинарник вот сюда, dollar home .local bin. Бинарник подложить вот сюда. Вот. Какую-нибудь иконку какую-нибудь подложить вот сюда. Тут иконок нету. Но конфигик, например, положить вот сюда, ну и так далее. Кстати, насчет иконок, на самом деле их довольно много. Вот на хост-машине у меня, ну, в смысле, на той, с которой я тут вещаю, тут довольно много будет. Шари. О, видите? Чего только туда не записывается. я даже не знаю, что это все. Вот. Да, я обещал айконс показать, да? Во, видите? Вот, пожалуйста, телеграм, когда запускается из локальной, из локальной, из локальной, из локальной копии, принадлежащей пользователю, он откладывает всякие штуки туда, в usr.local.share. И это отличается от usr.local, отличается от .config, где еще больше дофига всего, потому что config это то место, куда конфигурационный файл откладывается. О, как тут дофига всего, правда. Да? А .local.share это место, куда откладывается, ну, что-то, какой-то аналог библиотек, там, ресурсов, иконок, вот этого всего. Такая установка, разумеется, не требует прав в root, потому что пользователь сам себе ставит, раскладывает под этим каталогом. Вот. Как следствие, запускать это нормально может только тот пользователь, который все это разложил. Такой софт, как правило, хочет туда записывать в эти каталоги, понятное дело, что другой пользователь не сможет это сделать. Вот. И, как мы с вами говорили с самого начала, какие-то дополнительные действия, которые нужно проделать системой, чтобы все заработало, могут не заработать вообще, если они хотят, там, я не знаю, перезапуску какой-то службы. Понятное дело, что из-под обычного пользователя служба еще не перезапустится. Но довольно классическая ситуация, какая-то приложенька, просто приложенька, ты ее просто запускаешь, она просто работает, ее отлично можно подкладывать в home.local.bin, вот, она там будет хорошо жить. Вот. Отдельно, очень часто, вот эта совокупность каталогов в home.local используется в пакетных системах, не имеющих отношения к дистрибутиву Linux, а имеющих отношение к разработке на каком-нибудь языке программирования. Там, Ruben, Ruben, нода, питончик, вот. Вот, например, если вы делаете pip install чего-нибудь, то этот pip install чего-нибудь, установка пакета из питона, если он сопровождается каким-то скриптом, этот скрипт приедет в USR local bin, в home.local bin, а соответствующий питонний пакет приедет в home.local lib, python, side package вот сюда. Вот у меня, например, стоит пакет pigments, установленный с помощью pip install. Этот пакет pigments, установленный с помощью pip install разложил свои исходники, вернее, свое содержимое вот сюда, а скрипт, который с ним приезжал, pigmentize, вот он, этот скрипт, с которым он приезжает, он положил в точку local bin. Это сделано для чего? Это сделано для того, чтобы такая штука была абсолютно кросспортформа, работала на любой операционной системе, вот, а если вам потребуется в рамках, значит, в рамках всей системы поставить, попросите одну. Вот, хотя нам, скорее всего, есть такой пакет. Значит, есть два недостатка этой, казалось бы, прекрасной схемы, которую, в общем-то, легко использовать, она никому не влияет, не требует профрута. Первый недостаток состоит в том, что в действительности, если вы, как разработчик, пользуетесь такой штукой, то есть ставите себе нужные инструменты прямо в домашний каталог, там, куда-то, в local bin, вот, то, скорее всего, если вы достаточно развесистый разработчик и участвуете в нескольких проектах, в разных проектах вам понадобятся разные инструменты. Хуже всего как раз с питонными модулями, ну, вообще модулями под языки программирования, потому что два разных проекта могут даже захотеть один и тот же модуль разных версий, строго разных. Поэтому вам нужно организовать так называемое виртуальное окружение, в которых будет еще собственный bin, в нем будет собственный lib, и туда уже будут пережать в каждое виртуальное окружение свои варианты вот этих наборов, вот, а домашний вот этот local bin будет нужен только для лично вас, когда вы что-то оттуда запускаете. А второй недостаток оказался странный, но выяснилось, что обычные пользователи очень плохо умеют пользоваться всеми этими пип-инсталлами и прочей ерундой, вот, потому что там есть, ну, дополнительные рассчитанные на разработчика трюки, вот, им гораздо проще открыть установщик пакетов, особенно если он там с красивым уи, натыкать там этих пакетов, согласиться с тем, что они будут устанавливаться из-под суперпользователя, и дальше у него появляются иконки, ему хорошо. Хотя, повторюсь, таким способом можно иконки подкладывать, да, то есть, user-shary icons, там все есть, ну, в смысле, .local-shary icons. Вот, мы даже туда смотрели. А, вот здесь должны были смотреть. Вот, видите? вот, телеграммка туда подкладывает. Вот. Значит, третий вариант, все еще требующий прав рута, но достаточно удобный, если вам нужно изготовить приложение, которое работает условно под любым линуксом. Ну, условно. Понятное дело, что может быть такое ядро, под которым у вас там, ваш эллипсия окажется несовместима. Ну, условно под любым. И это ставить все в специальный подкаталог Opt, дальше название вашего приложения, и дальше bin, lip, man, вот эта вся фигня. Вот. Opt это FHS-компатible штука. Вот она, сейчас я вам покажу ее. О, Application Software Packages. Предполагается, что туда именно ставятся эти самые Package. Вот. Более того, люди, которые писали этот стандарт, явно имели в виду не Linux, потому что, обратите внимание, вообще все, с их точки зрения, вообще все должно ставиться в Opt. И это не очень удобно, хотя и избавляет нас от очень многих хлопот. Первое и главное, поставленное в Opt-слэш-приложение, ваше приложение ничем не конфликтует, никому в голову не придет искать там библиотеки не свои. Вот. Правда требует прав-рук. Скорее всего, из коробки не так просто, тупо, поставленные в слэш-опт слэш-что-то там программы так просто не заработают. Как вы вообще узнаете, что там есть программа? В Доллар Пасс ее нету, иконки в Юсер Ширяк, она не поставила. Надо как-то донести до пользователя, что у него в Opt-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, что-то такое лежит, что можно вообще запускать. Хуже того, библиотеки, которые лежат в Opt-бла-бла-бла, тоже, в общем-то, сами собой не подгрузятся. Они LDLinuxo их не видят. Нужно делать всякие упражненьки лд-прелоудом. Мы даже, кажется, смотрели в прошлый раз. У меня тут есть некоторое количество софта, установленного как раз через Opt, даже Discord когда-то был давным-давно. Да? так, а здесь почему-то нету. Окей, а давайте сходим куда-нибудь. вот здесь есть. Google Chrome такой типичный продукт, распространяющийся вот таким вот способом. Ставится в Opt, кладет, кладет, я думаю, кладет в USR Local Bin единственную семлинку на себя. Вот. То есть там нету ничего, кроме вот этой семлинки. Да, давайте прям посмотрим. Вот. Это чтобы можно было запустить. Возможно, кладет иконки куда-то, но я не очень уверен в этом. но главное, что вся инфраструктура приложения по запуску, она лежит в Opt Google Chrome. Вот. Там лежат нужные библиотеки всякие. Вот. И, скорее всего, вот этот файл Chrome, или Google Chrome, точнее, вообще не является EF-ом, бинарником, а является скриптом, который настраивает все эти окружения. Давайте посмотрим. О! Вот. Это баш-скрипт, который настраивает все эти окружения, прибивает MLD Library Pub, прям ручками вот к этому месту, чтобы можно было запустить и работать. Вот. Ну, еще как, да, еще какие-то My Maps тоже. Короче, что-то делает. И это наиболее безопасный способ запускать, особенно часто его практикуют как раз проприетарщики, типа Google, когда исходников нету, соответственно, собрать такой пакет, который бы во все дистрибутивы, ну, или в каждый дистрибутив собирать по пакету, это задолбаешься. Вот. Вот они собирают некий универсальный бинарник, который сюда вот приезжает, раскладывается и там живет. При этом А, да, ну, или же это штука для какого-то реально суперсложного проекта. Ну, кстати, Chrome это тот достаточно суперсложный проект, чтобы не пытаться его собирать вручную. Настолько сложного, что вероятность, что его соберет сообщество несколько ниже, что вероятность, что его соберет самый Abstream подлинный. Вот. В этом случае Abstream выкладывает просто вот такого рода дистрибутива, который надо куда-то развернуть, там они лежат и оттуда вы их запускаете. Вот. Кстати сказать, мы это, кажется, видели в прошлом, как страшный Треконф, в прошлом этом самом Zoom, кстати, не является, Zoom это исключение, Zoom чуть ли не единственный продукт, который не сделан так. Ладно, сейчас попробую в другое место войти. О, вот. Не имеющее отношения к предмету разговора замечания, очень много приложений такого класса, например, клиенты всевозможных соцсетей, бесплатные, или даже свободные, как в случае сигнала, но все равно слишком сложные, потому что в действительности они представляют собой сложный проект. Вот. Очень много такого рода приложений в действительности представляют собой видите, да, просто хромиум, из которого выломали систему защиты безопасности, чтобы можно было сохранять файлы, например, прямо из джаваскриптовых программ, засунули туда джаваскриптовую обвязку для этого клиента, потом все это слепили в кучку, и вот вам, пожалуйста, готов, готов не веб, а обычный клиент, да, значит, популярный, защищенный сети обмена сообщений сигнал. В действительности представляют просто хромиум собой. Этот самый сигнал, элемент, кто еще, там кто-то третий еще до кучи. Когда, помните, была такая штука под названием, я даже не помню, как она называлась, самый первый аудио-видео-чат такой популярный. Склероз он назывался. Во, елки-палки. Как называлось то, в чем все все видео-чатились? Нет, нет, видео, чуть позже, которое Microsoft захавал и похоронил. О, все забыли про него, удивительно, даже я. Ну, ладно, забыли-забыли, очень хорошо, что забыли. В общем, когда Microsoft его захавал, первым делом они переписали клиент, он внезапно оказался тоже похаканным хромиумом, ну, все как обычно. Правда, забыл? Ну, видимо, туда ему и дорога. Вау. Да, правильно, Skype. Вот последний рандомный бросок кубика был ответ правильно, Skype. Skype выглядел точно так же. В общем, это сейчас мода такая, делать хромиум, отламывать из него, значит, отламывать из него систему безопасности, потом напускать на него этих JavaScript программеров и фигачить. Ладно, извините, отвлекся. Еще одна тема, на которую я убил сегодня, часа два, пытаясь подготовиться и не доубивал, я ее чуть-чуть покажу, но не в том объеме, в котором хотел. Отдельная тема это вообще попытаться скомпилировать весь бинарник, скомпилировать все в бинарник, включая все ресурсы, которые, по идее, должны быть файлами. Ну, то есть, у вас есть какие-то картинки, преобразуемых в какой-нибудь внутренний формат, оформляем как файловые объекты. У вас есть как там звуки, туда же, да, это похоже на, вот все предыдущие варианты, на опции это похоже. Но фишка в том, что этот бинарник кладется куда угодно, оттуда запускается и сразу работает. Желательно, конечно, этот бинарник оформлять статически, то есть, статически скомпилировать, то есть, компилировать в него все, все библиотеки, которые он потребует. Потому что, мало ли кто, куда его положит, в какой среде будет эксплуатировать. У нас нет способов проверки. Но иногда бывает так, что люди, большую часть библиотек, таких хитрых, вкомпилируют туда статически, а некоторые библиотеки остальные все равно динамически. Вот, я не верю, что... А, вот. Вот. Давайте посмотрим, как устроен клиент Телеграма. Вот. У него так мало зависимости, что я, честно говоря, не верю, что это все. Ну, правда. У меня есть сильное подозрение, что в действительности, ну, во-первых, Телеграм написан на Куте, я здесь вообще не вижу к слову Куте. Да? Значит, все Куте сюда приехало статически. Вот. Про Куте еще сегодня будет разговор печальный, но пока что так. То есть предполагается, что вот эти библиотеки у вас в системе точно будут. Вот. И Телеграм запустится. Вот. Но та часть, которая критична для внутренней телеграмной структуры, она собрана статически и залеплена туда. Ну, вернее, так, полностью собрана. А, ну да, собрана не как библиотека, а как объектный файл и полностью залеплена в бинарник. Поэтому этот бинарник, в общем, немаленький. 156 мешков. Ну, немаленький. Чувствуется, что туда приехал весь КУТЭ. Ну, потому что он там точно есть. Вот. Вот. Все, сейчас я перестану. Мне просто самому интересно, сколько там КУТЭшных символов. А, он пострипанный. Ну, ладно, пострипанный, так пострипанный. Все, забили. Вот. Значит, если вы не хотите ситуацию, что вы вот так вот сказали, а у вас внезапно не заработало, потому что вот среди этих, среди этих зависимости оказалась библиотека, которой в системе нету, да, какая-нибудь, не знаю, серия 2, то вам придется собирать все статически. Возможно, сами библиотеки, с которыми вы собираете это все статически, тоже придется собирать тоже вам. Такая ситуация, например, в нашем дистрибутиве нашего сообщества, у нас статических девелл-библиотек существенно меньше, чем динамических. Почему сейчас попробуем поговорить? Значит, что еще, какая может быть проблема? А, и да, конечно, чтобы слепить один единственный статический бинарник, в котором будут прикомпилированы эти самые ресурсы, вам нужно пользоваться инструментарием, который поддерживает понятие эти самые ресурсы, в котором действительно можно так сделать. Ну как, вот как вы будете включать, не знаю, звуковой файл внутрь вашей программы? Надо как-то задампить, что-то превратить, потом как-то превратить в объектник, в котором есть объект на вашем языке программирования, ссылающийся на вот этот файл. Еще потом как-то, ну, короче, вот. Довольно типичным примером, настала пора поговорить про Куте, довольно типичным примером разработки такого рода программных продуктов является библиотека Куте с одним небольшим печальным исключением на сегодня. Для того, чтобы собрать статическую версию Куте, нужно собрать реально сто пятьсот каких-то библиотек, вот, тоже статические, потому что она с ними всеми собирается. Вот. Этот проект называется Куте Everywhere. Попытаться это собрать в составе Linux-дистрибутива, вы получите там на полгига вот такой вот монстр, ну какой-то такой или на сколько-то. Поэтому обычно все-таки люди сами собирают Куте в урезанном виде, когда делают статическую сборку проекта, как это сделали ребята из Telegram, например. То есть вы берете весь исходник Куте, берете все свои исходники, все это вместе собираете, вот Куте при этом собирает только те части, которые вам нужны, и все это попадает в виде там либо статической библиотеки, либо просто объектников в исходный код, и вот так вы живете. То есть, ну вот, вместо библиотеки исходники. Я сегодня пытался этим путем пойти, но у меня ничего не вышло. В частности, ни в Debian, ни в Alte нету Куте Кора точка А, статически собранного Куте Кора. Потому что, видимо, это монстр, для сборки которого нужно статическое и вообще все остальное. Да, какой-то товарищ из Яндекса, у него есть свой собственный статически собранный дистрибутив, и вот в этом статически собранном в дистрибутиве он таки умудряется, в том числе и статическое Куте собирать. Ну, он вот какой-то чемпион на эту тему. Давайте посмотрим, значит, все-таки, как это делать. Да, я обещал, что я не буду практически делать ничего, но можно все-таки попробовать. значит, так, 21-й год, 21-й, 23-й год, а где там, а, это не, вот, а кто нам там по цире, интересно? Ну, давай, а вот, по цире, демо. сейчас, а как я это, секунду. Хорошо, ну, вот сюда, например, перейдем, это лекция 2001-го года, есть некоторая программа pcre-demo.c, вот, которая пользуется, пользуется библиотекой pcre-e, pcre-e это регулярные выражения, совместимые с первым, то есть крутые-крутые. Это какая-то программа. Если мы ее просто скомпилируем, интересно, кстати, там есть makefile? Нет там makefile. pcre-e 2, видимо, да? Ну, давайте пробовать. Не очень удобный, не очень удобный пример pcre, потому что у него потому что у него pcre-e 2, 8, вот, потому что у него есть несколько разных вариантов этого pcre, надо указывать, какую конкретно мы используем реализацию. 8-битную, 16-битную, ну, короче, хорошо, давайте так и сделаем. Итак, cc pcre-demo.c минус lpcre-e pcre-e 2, 8, минус o pcre-demo. Вот. Обратите внимание на то, что для работы этой программы нужна библиотека libpcre-e 2, 8, со 0, вот, которая будет в вашей системе только в том случае, если эта самая pcre-e 2 у вас стоит. Если она не стоит, эта программа не заработает. Тем не менее, вы можете сказать ей минус-минус статик, просто минус статик. А, для этого нужно найти pcre-e 2, 8, установить pcre-e 2, 8, статическое. Сейчас попробуем. devl статик. Должно заработать. О, заработало. Значит, у нас получается статически собранный файл. Это pcre-e-demo вообще статическое. bbm файл. Вот. LDD на него скажет, что он не нуждается. Ну, потому что, вот, статик или линкет. Размер он, правда, будет достаточно нехилый. Почти 5 мегабайтов. Даже если его пострипать. Нет, если пострипать, всего 1,2. Но все равно это не сравнимо с вот с этим. с 15-ю килобайтами. Да? Ну, потому что здесь содержится только наш код, а вся библиотека, она линкуется статически, динамически. А вот сейчас в этой штуке будет содержаться наш код и вся библиотека в том числе. Вот. Но зато и этот бинарник может быть помещен в любую среду, просто совместимую с ядром Linux и запущен. Все. Весь код, необходимый для запуска, лежит прямо там. Так, значит, теперь давайте посмотрим, что нам предлагают, что нам предлагают автотулс для варианта установки. Ну, давайте опять же куда-нибудь зайдем. Я знаю, куда мы зайдем. Мы зайдем в translation in18. Вот. Значит, так. А, вот у нас make-файл пустой, да? Это хорошо. Надо это закоммитить только. Что, у меня конфигуряка здесь нет? Как я без конфигуряка обошелся? Ну, елки ваши палки. Ладно, сейчас что-нибудь в другом месте. Извините. Ну, окей, вот в этом Neimgen. Сейчас еще чуть-чуть. Я помню, что был еще какой-то проект помимо Neimgen, который тоже. Ну, ладно, пускай будет Neimgen в конце концов. Вот. Значит, что нам дает, что нам дает автотутулс для поддержки инсталляции? Во-первых, он нам дает богатый выбор того, где у нас лежат различные каталоги нашей установки, потому что в разных операционных системах, даже в разных Linux, они могут быть разными. Отдельно, где лежит BIN, отдельно, где лежит системная конфигурация, обычно это слэш-лип, хотя вот, например, в дистрибутивах семейства Alt, это лип 64 на 6-х разрядных платформах, где лежит MAN, опять здесь написано USR MAN, а на самом деле, конечно, USR Shari MAN, ну и так далее. То есть, вот. По умолчанию, если мы сказали просто конфигурить, автотулс поддерживает вот эту нулевую, первую схему, вот эту первую схему с установкой в USR LOCAL, потому что в тот момент, когда все это разрабатывалось, это вообще был чуть ли не главный способ установки софта, скачал конфигуре make, make install. То есть, если мы сейчас скажем make и make install, нас пошлют далеко и надолго со словами, я не могу из-под обычного пользователя сейчас произвести установку. Я это дело запустил исключительно ради того, чтобы посмотреть, как, куда вообще эта установка, а, тут у нас еще этот самый DeepTool, ну, неважно, чтобы посмотреть, куда вообще эта установка происходит. Она происходит в USR LOCAL либо в, а бинарник, соответственно, ставится USR LOCAL GAME. NameGen мы с вами модифицировали для использования LipTool, да, сейчас давайте посмотрим, убедимся в этом, но я уже вижу, что это, что это так. Вот, LTE NIT. Кстати, LipTool может собирать и статические версии, библиотек и бинарников, видите, это мы выключили, можно было и статику собрать. Вот, значит, поскольку у нас есть LipTool, у меня есть предположение, что, необоснованное, что при установке в произвольное место, в произвольное место делается так, make install destdir равняется, ну, скажем, tmp-слэшкуку. На нас достали ругаться, что установка произошла в неправильное место. Вот, давайте посмотрим, как у нас смотрите, usr.local.shari.man.man1.namegen прилез наш man в вот-вот-вот в это самое место. usr.local.shari.doc.namegen наш HTML сгенеренный прилез, бинарник отсюда, библиотечки отсюда. Есть подозрение, что это не запустится. Да, оно не запустится. Вот. О чем, собственно, мы видели диагностику, что вы не это самое, не запустили. Но, мы с вами видели, что Liptool, как минимум, позволяет делать такие вещи, что он позволяет исключить факт установки вашего софта для его локальной проверки при разработке. разработки. Вы можете запускать ваш свежесобранный софт прямо прямо вот отсюда. и мы помним, что на самом деле этот бинарник, это подложенный Liptool shell script, который сделает правильный LD library path, который найдет, где у вас лежат дополнительные библиотеки, все это сложит в кучку и вызовет. А сами настоящие бинарники лежат вот здесь. Вот они, вот это настоящие бинарники. И то же самое относится к библиотеке. Тут библиотеки как таковой нету, а есть только LA file. А в этом LA file написано, откуда брать настоящие. Значит, вот, соответственно, обычный, обычный конфигурии make, make, install без использования Liptool работает примерно так же. Более того, как видите, у нас было, давайте еще раз посмотрим, собранный по умолчанию дистрибутив, и он включал USR local. Давайте переделаем его, переделаем эту установку, скажем, что все-таки в USR bin надо ставить. Соорудим наш конфигури. Ой, нет, не здесь. Соорудим наш конфигури. Вот. Вот тут где-то должно быть написано, что по умолчанию USR local, а мы хотим USR local. В упор не вижу. Вот. Сейчас, секунд. Вот, минус-минус префикс. Давайте поменяем, значит, тогда сделаем конфигурию, минус-минус префикс, USR, make, make install, destdir, равняется, ну, все тот же TMP. ку-ку-ку-ку. Просто, чтобы из-под обычного пользователя можно было что-то поставить. Вот. Вот теперь у нас установка. Че? Не понял. А, понял. Вот. Вот теперь наша установка произошла так, как если бы TMP. Ку-ку был просто корнем нашей, нашей, это самый, нашей, нашего дистрибутива. Вот. Мы все еще должны проделать какие-то ручные, ручные комбинации для того, чтобы, ну, хотя бы вот этот TMP. ку-ку и сэр-лип считать местом загрузки библиотек. Так оно не работает. Вот. В случае, в случае липтула есть какой-то инструмент, я его не знаю, который позволяет делать это именно так. Ну, в общем, забудем про это. Лучше поговорим о том, что делать дальше. Да? Значит, предположим, мы освоили вот такой способ, ну, и, соответственно, переписали, давайте вот что сделаем, давайте туда сходим, TMP. Или даже давайте сделаем так. Давайте сделаем лучше. Давайте мы создадим файл, только не здесь, конечно, или здесь. сейчас, давайте подумаем. Короче, давайте сделаем этот скрипт прям руками. Нам же LDLibraryPath надо только подменить. Да? Вот тут есть слово DESTDIR, да? Значит, давайте тогда сделаем так. Это, правда, будет не install data local, а install что-то другое local, но какая разница, можно вписать и сюда. значит, echo LDLibraryPath равняется доллар DESTDIR. для простоты userlib, на самом деле, там надо писать префикс. Доллар префикс или что-то такое. Ну, давайте для простоты напишем вот так. и userbin namegen в ну, скажем, namegen. Вот это у нас будет Bionernic, который будет генериться при установке. Предположительно, если я все написал правильно, этот бинарный генерат, который генериться будет прямо при установке, должен еще и запускаться. Пробуем. Сделали рекон, просто появился конфигурия. его не обязательно делать каждый раз. Можно было сделать make clean. Вот. Сейчас. Нет. Вот. что-то я не вижу, чтобы он его создал. Что я сделал не так? Давайте еще раз сделаем make install. Так вот он, а что здесь не так-то? я забыл bin. Ах. Так что ли? Ай, зачем я рекомфтор запустил? Надо было конфигурию перезапустить тупой. биндир не биндир. Чё? Биндир не биндир? Извините, это вопрос, вопрос принципа. Вот он, бендир, он делается как бендир, черт, ну ладно, попытка номер 3. Ну, соответственно, здесь можно было написать libdir, но что-то я пока, да, а, и здесь тоже бендир, кстати, здесь тоже бендир, ну-ка, сейчас еще раз попробую, извините, ради бога, значит, а, этот самый, о, получилось, ну, забыл, чем от плюс x сказать, ну, что ж ты будешь делать, а, еще бы я забыл его сказать, конечно. Так, нам надо переконфигурить его, потому что автомейк. О, что, собственно, вот, извините за дупеж в эфире. И, фактически, мы проделали ту самую работу, которую нужно было проделать для варианта номер 3. Только вместо опта мы положили этот инструмент вообще в хрен знает какое место, вот, откуда он заработал. Вот. Значит, ну вот, теперь, значит, нам осталось чуть-чуть поговорить на одну интересную тему. Собственно, иллюстрацию которой интересной темы будет последней лекции. На последней лекции я постараюсь вообще как можно меньше теоретизировать, а просто показать, как собирать пакет. Вот. А именно пакет. Значит, тут есть три темы, которые стоит затронуть, прежде чем говорить про пакеты. Все эти три темы довольно важны, вот. Поэтому я о них расскажу сегодня, а иллюстрацию приведу в следующий раз. Благо, процесс сборки пакета – это тоже со всеми комментариями не очень короткие, не очень короткое действие. Особенно, если я захочу, ну, более подробно рассказать. Первое и главное, почему вообще возможна такая штука, как дистрибутивы, скажем, Linux. Первое и главное, почему вообще возможны дистрибутивы Linux – это то, на основании чего дистрибуция, то есть распространение происходит. Мы с вами довольно много говорили в течение этого семестра о том, что в случае свободного лицензирования и открытой разработки принято поступать так-то и сяк-то. Значит, не слишком много, не слишком распространяясь широко вокруг этой темы, скажу следующее, что стиль разработки, способ разработки и лицензирования, способ, так сказать, распространения, на самом деле связаны напрямую. Потому что если у вас, ну, если вы подписали NDA и вы с товарищами, значит, вашим отделом разрабатываете какой-то проприетарный софт, точнее, софт под закрытой лицензией, то вам незачем предусматривать возможность сборки и установки этого софта произвольным человеком из интернета. Фактически собираете этот софт только вы, устанавливаете, а устанавливается он только туда, куда предусматривает ваш лид. Больше ничего вы не делаете. И наоборот, если вы пишете свободный софт, то, скорее всего, чем больше людей смогут установить и запустить ваш софт, тем больше ваш профит, тем больше людей вам начнут помогать, возможно, в разработке. Вот. Более того, понятие дистрибутив, то есть сборник программных продуктов, оно как раз возможно исключительно потому, что эти программные продукты свободные. Вот. И вот тут нас это приводит к разговоре о лицензиях. Вот. Этот разговор довольно простой. Есть определение свободного программного обеспечения, оно состоит из четырех всего пунктов. Вот. У автора Ричарда Столмана эти пункты называются свободами. В нашем случае я предпочел перевести это как право. Значит, свободное программное обеспечение обеспечивает вам право, во-первых, использовать его безо всяких дополнительных условий, во-вторых, изучать и модифицировать, то есть тот объект, который вы получили, не является от вас скрытым, вы имеете право делать с ним все, что хотите, в том числе изучать и модифицировать. Вот. При этом считается, что право на изучение и модификацию влечет за собой право на доступ к исходному тексту. Вот. Ну, потому что бинарник может быть сколь угодно оптимизирован и так далее, и вообще плохо. Да. Дальше. Вы имеете право на дальнейшее распространение этого свободного программного обеспечения, ничем не ограниченное, то есть берете и распространяете. И последний, третий пункт, самый главный, на основании чего, собственно, можно делать бизнес на свободном софте, вы имеете право распространять, в частности, и модифицированную, улучшенную версию. То есть если вы внесли какое-то изменение в исходный текст программы со свободной лицензией, вы имеете право эту измененную версию тоже распространять. Соответственно, именно так работает свободный софт, которым занимаются коммерческие компании. Они берут некоторый свободный софт, меняют его, получают бизнес-преимущество и в таком виде распространяют. Вот. Ничего не сказано про то, как именно эти изменения должны оформляться. Некоторые лицензии, например, говорят, вы не можете править мой код, присылайте патчи. Или вы не можете распространять модифицированный код, модифицированный текст исходников, распространяйте его как не модифицированный текст плюс патч. Да, походу тут еще спрашивают, насколько в наше время оправдан Unix-овый принцип разделения бинарника и библиотек, куда проще запаковать все зависимости в какой-нибудь контейнер и распространять. Как я уже говорил, полностью собранное КУТ занимает примерно полгигабайта. 200 приложений, написанных на КУТ, занимает примерно 10 гигабайт. Я не уверен, что это куда проще сделать. А главное, собственно, главное состоит в том, что если, допустим, в какой-то библиотеке была обнаружена ошибка, например, критическая, то вот эти все запакованные контейнеры нужно все перезапаковывать, а потом все менять у конечного пользователя, потому что если вы не поменяете, эта критическая ошибка будет доступна в каждом контейнере в отдельности. В случае же использования совместного разделяемых библиотек, ошибка, исправленная в одной единственной разделяемой библиотеке, влечет за собой исправление этой ошибки во всех приложениях, которые этой библиотекой пользуются. Так что, как это, есть подход все засунуть в один контейнер, тоже хороший подход. Он оправдан во многих случаях, но в случае именно дистрибутива он все еще не оправдан. Нигде не сказано про то, имеем ли право мы взимать деньги, или наоборот, не имеем ли право взимать деньги за распространение в этих программах продуктов. То есть их можно продавать, свободный софт можно продавать, имейте это в виду. Вот если люди думают, что свободно это бесплатно, это не совсем так. Можно продавать свободный софт, нигде не написано, что нельзя. Другое дело, что любой пользователь, который получил право на изучение исходников и распространение модифицированных версий, неважно, заплатил он это или нет, может взять и выложить все эти исходники, потому что он имеет право. Соответственно, если вы собираетесь это продавать, ну, как бы, знаете, не будьте слишком жадными, берите столько денег, сколько люди согласны заплатить, без того, чтобы изучить эти исходники и начать их распространить самостоятельно. Более того, запрет коммерческого использования, это прямое нарушение свободной лицензии. Если написано only for educational use, или вот эта вся фигня, это на самом деле нарушение практически всех этих прав, даже право номер ноль. Напоминаю, что все права, которые вам дают свободные лицензии, они ничем не ограничены, ну, кроме уголовки вашего государства, в котором вы живете. Может быть, у вас уголовно запрещено взламывать пароль, я не знаю, такое бывает. Но в остальном, значит, если право ограничено, значит, оно ограничено. И значит, это нарушение лицензии. А еще нигде не сказано про передачу исключительных прав, авторского права, вот этого всего. Вообще говоря, вы можете передавать только не исключительные права со словами, вот этот исходник после того, как вы его получили, принадлежит вам, а право авторское принадлежит мне. А дальше что хотите, то и делайте, но я автор. У этой схемы есть один интересный пункт, последний, в котором написано, что человек, получивший свободный софт на руки, имеет право модифицировать его, распространять дальше, и не написано, под какой лицензией он может это делать. И этим пунктом пользуются все без исключения, все без исключения, изготовители пропоретарного софта, они берут свободный софт с такими вот разрешительными лицензиями, используют его внутри своих пропоретарных продуктов, выпускают продукты под запретительными лицензиями, под пропоретарными лицензиями. Ну, известная тема про Windows, что в нем очень долго был, не очень долго, некоторое время был свой собственный написанный в Microsoft TCP IP stack, работал он из рук вон плохо, настолько плохо, что в последней версии серверной винды, которая называлась NT311, нет, NT3 что-то, не помню что, там была такая история, что если админ редактировал конфиги, то сеть не работала, потому что там что-то было с приоритетами и не успевал. Они, короче, на это забили, и начиная с Windows Vista, в семерке и так далее, использовали FreeBSD-шный, ну, TCP IP stack взятый из BSD, дальше они, конечно, как-то модифицировали. Вот настолько это так устроено, люди совершенно нормально берут этот свободный софт, используют его в своих пропоретарных продуктах, эта лицензия никак не запрещена. И более того, BSD-системы и разработчики, которые пользуются разрешительными лицензиями, они вообще-то рассчитывают на это, что их софт будет использоваться в какой-то коммерческой компании, когда компания поймет, что, значит, ей нужен этот объем знаний, она как-то с ними будет взаимодействовать. Вот, если вы пишете свой собственный софт, и фактически вы боитесь, что придет толстый конкурент, который что-то там модифицирует, и вытаскивает вас из рынка, лучше добавляйте к этим четырем пунктам пятый, так называемый копилефт. То есть копилефт, это, ну, как бы есть слово копирайт, а есть слово копилефт. Вот. Это, значит, такое копирование налево. Это потеря исключительных авторских прав в чуть более большем объеме при передаче свободного софта третьим лицам. А именно, это третье лицо не имеет права изменять условия распространения. Ну, в самом простейшем случае, он не имеет, значит, он не имеет права, это третье лицо не имеет права менять лицензию. Он получил на руки код под лицензией ГПЛ, он обязан распространять даже модифицированный код под лицензией ГПЛ. Поэтому эти лицензии еще называют, копилефт еще называют вирусной лицензией, потому что он заражает и больше от нее не избавится. В действительности требования более интересные, она такая рекурсивная. Лицензия, под которую составляет производный продукт, должна соответствовать всем пяти пунктам, включая вот этот. Включая вот этот. Самый простой способ – это просто не изменять лицензию. Короче, из того, что у вас свободное лицензирование, напрямую следует, что вы можете взять и собирать весь свободный софт, с нужными вами модификациями, весь его выкладывать в интернет, не опасаясь никаких претензий со стороны лицензиата, а даже наоборот, как бы, исполняя волю лицензиата, который говорит, что все это надо распространить. И таким образом организуется штука под названием репозиторий свободного софта. Репозиторий свободного софта – это, собственно, сборник такого рода программных продуктов свободных или свободно распространяемых. То есть там, возможно, чуть некоторое послабление. Можно, значит, использовать лицензии, которые говорят, ну, вообще-то он проприетарный, нельзя вносить изменения, но если вы не вовсе ли изменения, то можно публиковать. Вот это все. В частности, в нашем репозитории, репозитории сообщества Altlinux Team и, соответственно, которым пользуется компания Basalt SPO, есть драйвера Invisio, которые совершенно не свободны, настолько не свободны, что их отдельно, как драйвера, распространять нельзя, а можно распространить только в составе дистрибутива. Но можно. Ну, потому что иначе они будут вынуждены как-то сами организовывать какое-то скачивание, и все на них забьют. Ну вот, значит, или какие-нибудь прошивки для Wi-Fi, они тоже не свободны. Ну, их можно распространять, значит, их можно положить, собрать в пакет под названием там Linux. Забыл что? Ну, неважно. В общем, собрать в какой-то пакет, вот распространять можно, отлично. Но репозиторий — это не только это. Репозиторий — это еще и некоторые защищенные, изолированные системы сборки этих пакетов. Каких-то нибудь 20 лет назад люди собирали пакет у себя на машине, соблюдая некоторую дисциплину. Дальше загружали бинарник куда-то, значит, вот в это хранилище, в этот репозиторий, ну, исходник тоже. А другие люди, значит, на свой страх и риск его оттуда ставили. Если человек очень-очень жестко соблюдал дисциплину, то этот пакет можно было поставить. Если у него по чечайне было что-то еще такое собрано, и он об этом забыл, вот в этой сборочной среде, то у него такой пакет ставился, а у других людей не ставился, потому что зависимости от этих пакетов не удовлетворялись. То есть в репозитории не оказывалось такого пакета, зависимости от которого, на которой оказывалось у этого бинарника. Нужной библиотеки, например, не было. Или то же самое с версиями. Если человек постоянно обновлял версии в том месте, где он собирает, хорошо. Если он в какой-то момент про это забыл, он мог собрать в библиотеку с другой версией, у которой был другой АБИ, и, соответственно, с новым АБИ там все попадает. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому очень быстро все сообщества пришли к тому, что пакеты в репозитории помещаются так. Монтейнер, то есть человек, который сопровождается отвечающим пакетом, присылает исходники, дальше сборочница разворачивает сборочное окружение автоматом, полностью соответствующая таким условиям сборки, которые должны быть при сборке пакетов в репозитории, собирает этот пакет. Если он собрался, публикует. Если он не собрался, шлет монтейнеру. Чувак, у тебя собирается? А у меня нет, ты что-то сделал не так. Изолированная сборка в чистом окружении, гарантия оформления с дисциплиной. Очень много проверок на соответствие дисциплины. У нас порядка двух десятков каких-то проверок. Называется Sisyphus Check. И еще дополнительные тесты при сборке. Вы, например, можете включить такую штуку. А что будет, если этот пакет установить? А вдруг он там что-нибудь повалит? Или какой-нибудь файл испортит? Еще что-нибудь. Install Check так называемый. Более того, в масштабах репозитория можно проводить и более интересные исследования. То, что называется интеграционным тестированием. Например, вы собрали пакет. Пакет требует каких-то библиотек. И каких-то символов из этих библиотек. И некоторых символов в этих библиотеках еще нет. Или самой библиотеки, которая требует ваш пакет, нет. Такой пакет можно в репозитории не класть. Скажите, слушай, собери эту библиотеку в репозиторию, а потом уже собирай свой пакет. Или собери библиотеку, в которой есть такая функция, которую ты пользуешься в своем пакете, а потом уже собирай пакет, который будет дергать эту функцию из этой библиотеки. У нас такой механизм был введен лет 15 назад. Где-то за год все анметы, то есть неудовлетворенные зависимости, исчезли. И сейчас фактически наш ролинг, наш СИЗИФ, то место, куда прибывают пакеты, является ролинг-дистрибутивом, потому что все пакеты, если логика не словно, просто устанавливаются и должны работать. Ибо у нас нет университетных зависимостей в репозитории. И даже по символам нет. То есть вы собираете библиотеку, любой клиент проверяется, какие конкретные имена, конкретных символов из этой библиотеки используются. И если вдруг он хочет другие, их там нет, то такой пакет не пройдет. Ну и так далее. Вот что такое современное репозиторие свободного софта. Давайте мы на него посмотрим. Допустим, вот. Ну вот, пожалуйста, как примерно происходит жизнь такого репозитория. Вот некто Михаил Тегроев, видимо, из Этерсофта, собрал какую-то оболочку вокруг вайна. И она собралась в 5 часов 44 минуты. А в 5 часов 31 минуту некто Алеша Балин собрал какие-то плагины к какому-то цене ей. А где-то в 5 часов 22 минуты некто Алеша Щепляков собрал плагин к ОБС, который умеет скринкастить игры. Ну и вот видите, раз в несколько минут кто-то из сообщества приходит, что-нибудь такое собирает. Вот так выглядит живой репозиторий. Или фиксит что-нибудь. Или фиксит чужой пакет. Вот Вань Мельников из Саратова, который занимается у нас всякими архитектурами, не равными x86-64, например, RISC-V. Взял, пофиксил чужой пакет. Написано NMU, Non-Montainer Update. Он не является монтейнером этого пакета, но он пофиксил его сборку на Lungarch 64. Это такая китайская архитектура. Такой китайский архитектур. Ну и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. А вот тут человек прям взял и собрал новый пакет. Причем это NES. Nintendo что-то такое, Station, да? NES симулятор. 4 декабря взял и собрал. Ну, короче, вот так выглядит жизнь нашего репозитория. Так, на секундочку, у нас есть RISC-V, или Bruce, еще MIPS жив. Вот. А, все, 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 армаж вы убрали. Еще арм где-то тут был. Еще арм. Ну, в общем, вот. Значит, нет, армаж еще не убрали. Так, я чуть-чуть еще вас займу, потому что осталось только рассказать про пакет и на этом, собственно, заткнуться. Что такое пакет? Мы знаем, что пакет — это установка, это подкладывание файлов в систему. Значит, пакет — это архив. Мы подкладываем файлы в систему. Мы знаем, что при установке и удалении пакета вообще-то нужно системе сказать, что в ней установили этот самый пакет. Таким образом, мы должны как-то зарегистрировать, ну, дерегистрировать в каком-то специальной базе данных, что этот пакет установлен в систему. И, соответственно, когда он удален, что он удален. У этого, у этой необходимости есть бонус. Поскольку наш пакет является архивом, мы можем про разные файлы в нашем архиве сообщить операционке, например, является ли он конфигом. Что такого в установке файла с конфигом из пакета? А то, что он не удаляется при удалении пакета и не обновляется при обновлении пакета, если в него внесены правки. Если в него не внесены правки, вот конфиг без изменений остался, мы обновляем пакет, там изменился конфиг, приезжает новый конфиг, а вот если в него внесены правки, админ упарывался, значит, настраивал веб-сайт, вот этот самый хтпдконф какой-нибудь, да, писал, писал, писал туда, потом бац, обновил пакет, там, раз, приехал старый дефолтный хтпконф. Так никто не делает. Поэтому если файл помечен как конфиг, у него, значит, при обновлении или удалении этот конфиг переименовывается в config.rpm-save или p-mold, чтобы можно было потом вручную слить эти изменения. Дальше. Установочные сценарии — это ровно те два пункта, о которых мы говорили с самого начала. Какие-то действия нужно проделать с операционной системой после того, как установился пакет, ну, например, с библиотекой, переделать лдконфиг, да, если у вас есть иконка, переделать кэш, лдкэш, да, и так далее. Эти штуки называются триггеры, поскольку если вы положили файл в usr-шаре icons, очевидно, надо переделать кэш-иконок. Если вы положили файл в usr-lib64, что-то .so, значит, надо переделать лдконфиг. И вообще приезда по сценарии, которые специфичны для каждого пакета, которые надо выполнить просто потому, что данный пакет требует еще чего-то. Ну, это, в первую очередь, то самое заведение спецпользователей, остановка сервиса при удалении пакета. Вот удаляйте пакет, надо бы сервис, с которого он запущен, установить перед этим. А то мало ли что, он себя поведет, если у него файлов больше не окажется. Вот. Значит, и так далее. Очень важная фишка в линуксовых пакетах — это установочные зависимости. Почти всегда основной список зависимости автоматом проверяется при сборке пакета. Самым тупым способом. Вы собрали пакет, в нем была такая библиотека. У него при сборке библиотеки потребовалась вот эта штука. Значит, при установке лд говорит, что вот нужна эта библиотека. Все. Этот пакет, содержащий эту библиотеку, требуется по зависимости. Вот. Вот сейчас давайте посмотрим где-нибудь вот здесь. Ну, скажем, МЦ. Вот. Вот есть этот самый МЦ. Это файловый менеджер, похожий на Нортон Коммайндер, синенькая так называемая. Вот его зависимости. Я почти уверен, что все они автогенераторы. Glipp, X2FS, LibModule, LibGPM, LibSlang, LibPCRE 2.8 наш любимый. Вот. Вот это — это фишка линукс-тим. Такого больше ни у кого нет. Это так называемый setversion. Здесь была бы версия библиотеки, с которой была бы проблема для очень многих обстримов, которые либо вообще не меняют версию библиотеки, либо меняют ее с каждым чихом, и тогда у нас с уныем и не работают. То есть нам нужно пересобирать всех клиентов. Вот эта штука — это как можно более сжатый, закодированный в специальной кодировке, забыл сколько, base82, по-моему, список требуемых от этого Glipp символов. Вот у Glipp должны быть все символы, которые получатся, если мы это распакуем. А, соответственно, у Glipp есть еще предоставляемые символы, они такие здоровые. Попробуем. Вот. Вот. Вот это множество всех символов, которые оно предоставляет. Вот эти буковки можно распаковать, и там будут как раз названия этих символов. Вот. Таким образом мы убиваем двух зайцев. С одной стороны мы игнорируем неряшливый upstream, который может менять или не менять версию библиотеки по своему усмотрению. С другой стороны мы проверяем, что данной библиотекой, по крайней мере, на уровне названия символов, можно пользоваться. Если upstream настолько хитромудрый, что он взял, например, в сигнатуре функции, поменял местами два параметра, ну, все, больно, всем плохо, тут уж ничего не поделаешь. Вот. Ну, в таких случаях просто, ну, если человек при этом не поменял сонейм, надо, в общем, ноги отрывать, конечно. Ну, то есть то, чем он программирует, надо отрывать. Вот. Да. Значит, ну вот, установочные зависимости, они бывают рекурсивные, то есть пакет хочет пакет, этот пакет хочет еще пакет, и там такое дерево строится. Вот. Ну, еще есть понятие конфликта-альтернатива, но это не так интересно. Это такая ситуация, когда у вас, например, один и тот же бинарник, там, sendmail, предоставляется разными пакетами. Нужно, или там, vim. Вот. И нужно как-то намутить так, чтобы можно было поставить все разные варианты, а потом переключаться между ними. Вот. Последнее, да, вот это вот, вот это, это все, а вот это будет в следующий раз. Принято делить софтины на три категории. Установщик пакета — это то, что ставит пакет из архива, регистрирует ее в системе, короче, выполняет все вот эти функции. И удаляет тоже вон. Если выясняется, что в системе нет пакета, требуемого по зависимости, а тот пакет, который вы устанавливаете, его требует, установщик говорит, не могу, потому что он не знает, откуда взять другой, второй, третий, четвертый, пятый, десятый пакет, требующий по зависимости. Вот. Удалить рекурсивно, кажется, может, а может быть, тоже не может. А может, и не может. Короче говоря, установщик работает с одним конкретным пакетом. Еще проверка целостности. Там же можно проверить, там, не попортился ли он, что-то изменилось, что-то не изменилось. Пакетный диспетчер – это инструмент, который работает с репозиториями, у которых у вас может быть больше одного, а пользователи Ubuntu меня поймут. Значит, во-первых, он знает, где лежат все эти пакеты, в каких местах разных, там, в интернетах, откуда их скачивать, доставку осуществляет. Во-вторых, умеет хранить локальные кэши со всеми вот этими деревьями зависимостями, и при установке одного пакета может прям построить целое дерево зависимости, решить, какие именно из нескольких разных имеющихся версий, например, в разных репозиториях пакетов, подходят лучше всего для этой установки, сформировать вот это дерево, и потом с помощью установщика установить. Вот. Причем там же может быть так, что вот это вот requires, вот где мы тут смотрели, да, он может захотеть вообще не пакет, а непонятно что. Тут, кстати, нигде не имя пакета, здесь везде имя библиотеки, символ. А вот, он говорит так, а вот что-то в вашей системе должно предназначить предоставлять символы RPM-Lib с модификатором SetVersions, иначе я работать не буду. Вот как-то так, понимаете? Ну вот. Так вот, пакетный диспетчер работает с репозиторием, он скачивает их индексы, строит эти индексы, умеет скачивать пакеты в нужных количествах, умеет их ставить рекурсивно при помощи установщика. И, наконец, сборщик — это то, что пакет собирает. Собственно, инструмент, с помощью которого мы из спецификации, исходников, патчей и всего остального делаем пакет, пригодный для установки. Последнее, что я хочу сказать, и мы этом закончим. Традиционно установщик пакета и сборщик пакета очень долго были одной и той же программой. Почему? А потому что еще каких-нибудь 20 лет назад, даже 15, ситуация, ты поставил бинарник, кем-то где-то собранный, засунутый в репозиторию, он не заработал. И ты взял исходник, собрал его, поставил, и он заработал, была довольно частой. Сейчас это не так. И сейчас тенденция к тому, что сборка пакета, установка пакета — это, в общем, совершенно разные вещи. Это действительно совершенно разные вещи. Ну вот, собственно, все. Ну вот, кажется, я сказал все, что вообще хотел, и это удачно, потому что план лекции сегодня был не такой, как раньше. В следующий раз у нас шоу. Я постараюсь собрать пакет прямо с нуля. Либо я его соберу до степени установки, либо я его даже соберу до степени попадания в Сизиф, если я найду хорошего кандидата, которого в Сизифе еще нет. Так-то в Сизифе у нас 18 тысяч пакетов. Это исходник 18 тысяч. Бинарных там будет за 20 существенных. Ну такое, в общем. Если есть вопросы, задавайте. Я не знаю, будет ли домашка по сегодняшней лекции. Если я придумаю, я ее все-таки сделаю, какую-нибудь простейшую, чтобы ваш пакет ставился и работал в произвольное место. Да, слушайте, я знаю, что будет за домашка. Сделать то, что сделал я сегодня. Это единственная практическая вещь, которую я сегодня сделал. Сделать обмазку при установке в произвольный каталог, чтобы ваша программа из произвольного каталога запускалась. Простейшая будет домашка. В следующий раз, конечно, домашки уже не будет. Все. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, всем спасибо. И в следующий раз похоже, что лекция у нас последняя. На этом мы остановимся. В следующем семестре у нас из линуксовых курсов курс, который называется «Сети в линукс». Он мне очень нравится. Это плохой признак, потому что это значит, что я не критично к нему отношусь. Состоит он из того, что мы берем виртуалочки, в виртуалбоксе начинаем из них строить странные сетевые конфигурации на разных уровнях, начиная с Ethernet и заканчивая всякими фаерволами. В них играем. Все. Тогда всем спасибо и до новых встреч в эфире, которые все еще предусматриваются, предполагаются в этом году.